Сейчас, я предполагаю, разговор будет совершенно в другой тональности, совершенно другим человеком, но, по моему мнению, не менее интересным. Это Ирина Апексимова, которую совершенно заслуженно все считают красавицей, хотя я не понимаю, почему именно роковой. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Как это, почему? Почему вы роковая? То есть у вас есть ответ на этот вопрос? Нет, у меня нет. Ни у кого нет ответа на этот вопрос. При этом, как набираешь в поисковике Ирина Апексимова, сразу вот, как бы, роковая красавица. Вам не нравится слово роковая? Вам не нравится слово роковая? Нет, мне нравитесь вы. А, спасибо. Поэтому, спасибо папе с мамой, они вас делали. Почему? Спасибо, я от папы с мамой. Да. Так вы роковая? Ну, хорошо, что я красавица. Давайте на этом остановимся. Это бесспорно. Это ни у кого не вызывает сомнений. Сомнения вызывают, как бы, то, о чем мы с вами говорили вот буквально перед началом работы. То, что вы вдруг стали директором театра, при том, что на самом деле вы актриса, работающая, практикующая. И как вы будете совмещать сейчас свою работу административную с поездками на съемки. И расскажите, что за съемки у вас. Давайте начнем с театра. Давайте начнем с того, что все-таки это как бы то ни было. Но это очень модный театр. Это очень стильный театр. И очень приятно принадлежать к чему-то модному. Вот прям начали и тут же закончили про театр. Почему? Ну, потому что мы много говорили уже про театр. Мне про театр. Мне про это интересно. Ну, мне-то про это интересно. Ну, мне нет. Ну, давайте мы поговорим про то, что мне интересно сегодня. Давайте поговорим про то, что так что вам интересно. Как я это буду совмещать? Да. Надеюсь, ну, я не могу сказать легко. Ну, буду совмещать. Что за съемки у вас сейчас на начале света, из-за которых вы, собственно, не будете отдыхать? Не смогу вам абсолютно компетентно ответить на этот вопрос. Потому что съемки, я знаю, что действие происходит в 41-м году. Рабочее название разведчицы. Я играю... То есть вы опять сильная женщина, которая борется там с кем-то или с чем-то, да? Ну, видите, как вы сразу, да, вот это вот, не зная, от кого я играю, ничего, опять сильная женщина. Ну, разведчица. То есть уже можно не играть, в кино уже можно не сниматься. Разведчица, да. Все разведчицы были сильными женщинами, как правило. Конечно, опять сильная женщина. Ну, вы ведь все время боретесь с этим плавом, все время во всех интервью говорите, что вы хотите. Просто мне все время во всех интервью задают один и тот же вопрос. Как вы боретесь с этим имиджем? Я во всех интервью говорю, я не борюсь с этим имиджем. Поэтому... А, то есть вас вполне это устраивает, да? А какая разница, устраивает они это? Нет, я не могу бороться. То есть это, как коллеги-журналисты, на самом деле, вот как-то все путают. Тогда к вопросам о журналистах. Последняя буквально запись по запросу на вас. Это такое утверждение, что вы считаете, что это заблуждение, что пить и курить очень вредно. Вы говорили о том? Да, я говорила о том. Я абсолютно с вами вот в этом смысле солидарен. Ну, слава богу. Масса людей, которые действительно живут без вредных привычек, они... И не очень здорово живут. И очень многие люди, которые живут с вредными привычками, прекрасно живут. Мне кажется, что они в этом проблемы. Скажите, а вы готовы возглавить какое-нибудь такое движение за пропаганду алкоголя и никотина? Нет, я не готова вообще возглавлять движение, поэтому... То есть театр вы готовы возглавить это движение? Театр готова, а движения нет. Ну, а пропагандировать вы готовы нездоровый образ жизни? Нет, не надо. Я не люблю ничего пропагандировать. Мне не нравится. Ну, а как вы относитесь вот к этим инициативам запретить пропаганду никотина, вырезать из уже снятых лент вот эти сцены? Это, по-моему, глупость. Потому что это есть, и это неправильно. Зачем это делать? И как... Ну, как... Что значит запретить? Есть люди, которые не курят, есть люди, которые курят. Нужно просто как-то разграничить их пространство. А есть вот в вашей среде, там, в среде богемы люди, которые не курят и не пьют? Есть, конечно. И я не курю уже два месяца. Вы два месяца не курите? Да, но я не собираюсь запрещать это и пропагандировать здоровое образ жизни. На днях буквально с Шервендом общался. Он бросил курить, собирается продавать свою коллекцию трубок. Я хотя бы могу понять, там, ну, почему. А вы-то почему бросили курить? Поспорила. Я просто поспорила. А, что вы поспорили на то, что вы сильная волевая женщина, что вы можете взять и бросить курить? Я просто поспорила, что я смогу бросить курить. И сколько вы уже не курите? Два месяца. Ммм, это срок. И не пьете? Нет, пью, почему же. Пьете. Я не могу бросить все сразу. Хорошо. Скажите, а вот как вы, вы ведь сами за рулем, как я обратил внимание, как вы совмещаете алкоголь и вождение? Я пью в обнеуроченное время, когда приезжаю домой или вызываю трезвого водителя. А как у вас с гаишниками складывается вообще? Да, ну, вы знаете, ху-ху-ху узнают, они видят все сильную роковую женщину. Слава богу, да, узнают сильную роковую, все думают, да бог с ней связаться, она же сильная роковая, сейчас покусает. То есть никогда не было, да, никаких осложнений? Ну, проблем не было. Понятно. А в чем вообще, вот какие у Ирины Апексимовой вообще проблемы, если у нее нет проблем с алкоголем, с гаишниками и с ее амплуа в театре? Ну как, у меня много проблем, как у нормального, каждый день у нормальной женщины. Есть те, которые вы готовы озвучить? Которые я готова озвучить? Да. Вы знаете, ну, я не думаю, что в данном случае это будет какой-то такой вот лозунг, у меня проблема с этим. Ну, у меня нет с этим проблем. Есть какие-то мелочи, есть неприятности. Так, чтобы была какая-то большая проблема, не знаю, сейчас мне не приходит ничего в голову. Хорошо. Наверное, я выйду, через час скажу, а, какая я глупая, я не произнесла. Всегда так бывает. Да. Я не про вас, я вообще, в принципе, больше про себя. Ирина, вы 19 лет назад стали законодателем моды или основателем такого тренда рожать в США с тем, чтобы сразу получать гражданство для ребенка и тем самым гражданство для себя. Сейчас у вас дочь на родине, за океаном. Нет, дочь у меня на родине в России. В России, да? Да. Вот опять все журналисты набудили. Скажите, пожалуйста, а вот это так случайно получилось, что вы, что у вас дочь американская гражданка? Это было действительно абсолютно случайно, просто Валерия... Что это были преждевременные роды? Нет, слава богу, да что вы. А почему как-то? У меня были своевременные роды. То есть вы не знали, что в 9 месяцев... Нет, я знала, что в 9 месяцев приблизительно это случится. Я просто не планировала это заранее. Получилось так, что Валерию Николаеву предложили постажироваться в Америке, и у нас стоял просто вопрос, ехать нам вместе или ему не ехать в Америку. И, конечно, я решила ехать вместе, потому что, ну как, оставаться одной на этом сроке мне не хотелось. Но у вас статус какой? У вас грин-карта? Нет, у меня нет никакой. Вы не являетесь президентом США? Я российская гражданка России, да. А у дочери есть гражданство оформленное? Да, оформленное. У нее двойное гражданство? Да. Кем вы ее видите в будущем? Или она уже достаточно самостоятельная девочка? Моей дочери в 18 лет, она закончила первый курс школы-студии МХАТ. И я думаю, что уже мое видение на ее жизнь, как бы, оно отошло на задний план. Дальше ее жизнь, ее представление, ее победа, ее разочарование и так далее. Ну, то есть она в известной степени пошла по вашему? Да. И вы это одобряли, потому что вообще... Ну, конечно, да, естественно. То есть вы на самом деле довольны своей карьерой, своим выбором по жизни? Я очень довольна своим выбором. Я правда очень довольна своим выбором. И вот там... Мне очень нравится моя профессия. Ну, а вы не жалеете там о том, что там, ну, на кардебалет было потрачено какое-то время? Нет, это мне очень помогло в моей профессии, вот в актерской, как же... Я не жалею, это как раз наоборот. Ну, каким образом, как это помогло рассказать человеку? Ну, я очень много танцевала в своей жизни на сцене и везде. Хорошо, и как это может помочь в актерской профессии? Что, кардебалет в театре? Да. Я научилась танцевать. Ну, хорошо, а как танцы вот могут помочь в создании образов? Вы же что-то, что такое актерская профессия? Ну, потому что каждая личность, так же, как и образ на сцене, личность многогранная. Так. Которая умеет это, 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 это и это. И в данном случае пластика, танец, это проявление тех или иных сторон, грани, характера, образа. То есть, ну, такое существует вот банальное, знаете, что вот если бы я смог прожить там свою жизнь, я бы прожил бы ее точно так же. То есть, если бы вы начинали вот эту свою карьеру изначально, вы все равно бы этот этап с кардебалетом не постарались бы обойти? Нет, ни в коем случае. Это прекрасный, прекрасный период, безумно интересно. Вы дважды, по-моему, да, вот в кардебалет заходили? Да. А второй раз почему? Первый раз я понимаю, почему, а второй раз? Второй по той же причине абсолютно, потому что не поступила. Вы считаете себя вот на данном этапе востребованной как актриса? Ну, покажите мне артиста, который скажет, что он достаточно востребован. Я не знаю таких артистов, по-моему, даже если сниматься каждые 32, там, я не знаю, 30 дней в году, в месяц, то каждый артист скажет, что он не востребован. Ну, это, наверное, нет загруженности зависит от того, с кем вы работаете, какие роли. От того, ну, нет, конечно, не востребовано абсолютно. Вы своим режиссерским опытом довольны? Вы же были режиссером. Мне стыдно. Это был эксперимент. Мне не стыдно. Скорее, это будет правильное слово. А вы считаете, что критика адекватно оценила вашу работу? Вы знаете, я, честно говоря, даже не знаю, смотрел ли кто-то из критиков. Я не читала ни одной критической статьи. Как? Я читал отзывы. Да что вы? А вы считаете, что критики могут написать отзывы, на самом деле, не глядя на картину? Да, может быть, и так. Совершенно согласен. Но вы не, я так понимаю, что не собираетесь в этом амплуа как-то упражняться. В прошлый раз, когда вы были в этой студии, вы говорили, что с 1 июля там будут какие-то подвижки. Они не произошли, насколько я понимаю. Нет, с 1 июля не произошли. Теперь нам обещают, что подвижки будут с 1 августа. Мы ждем 1 августа теперь. Ну, у вас это... Вы такая натура, когда встречаетесь с трудностями, они вас там закаляют, да, вы там как-то... Вам это нравится? Вы меня все время подводите по тот образ, который вот вы сейчас там прочитали. Да, но я другого пока не вижу. Я вижу перед собой тот, 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 тот. Ну, мне приходится вам отвечать просто. А какой образ? Как вы должны... Ну, хорошо, тогда если... Вы хотите, чтобы я расплакалась здесь или что? Да, нет, это было вообще здорово. Ну, это слишком, я думаю, да. Нет, я думаю, что на самом деле, если бы я захотел бы, я сумел бы добиться, но это будет ниже пояса. Скажите, вот эти трудности, они ведь совершенно... Если вы не соответствуете вашему экранному имиджу, они вас должны как-то расстраивать. Потому что если вы не сильный человек, которому нравится что-то преодолевать... Почему? Я очень сильный человек. Кто же вам говорит, что я не сильный? Хорошо, вы меня запутали совсем. Скажите, пожалуйста, вас расстраивает ситуация? Конечно, очень расстраивает, естественно. Хорошо. Что лично вы предпринимаете? Потому что я честно вам могу сказать, что я считаю, что вас выбрали как человека, такого вице-председателя, как известную персону, от имени которой можно манипулировать, и специально обученные люди будут там разъезжать. Я очень ищу вот этих вот специально обученных людей, которые наконец-то начнут мною манипулировать. Я совершенно буду с большим удовольствием вот такой вот персоной, если это получится. Но на данном этапе мне приходятся какие-то проблемы в меру своей возможности и способности решать самой. Ну, то есть, ну, а как вы? Вы ходите по инстанциям? Я хожу по инстанциям. Вы пишете какие-то бумаги или вы их подписываете? Да, мы пишем письма, пишем бумаги, я их подписываю. Я хожу по инстанциям, я все время об этом говорю. Потому что происходит вот такая вот история абсолютно нелепая, глупая, никак не разрешимая. И при этом вы утверждаете, что вот в выборе этой деятельности, новой для вас, как я понимаю, материальный аспект совершенно не значен, что вы в это впряглись просто потому, что это какой-то челлендж. Вы узнаете, сколько получают в театрах у нас директора? Нет, вообще не знаю. Вы знаете, но я не буду сейчас этого озвучивать. Почему это какая-то... Это неэтично, это как бы некорректный вопрос, сколько вы зарабатываете. Нет, нет, я не про вас. Вообще, сколько в театрах получают? Ну, как бы, ну, я не могу, я не имею права говорить, потому что заработная плата каждого – это коммерческая тайна. Нет, это неприлично, но как бы не говорят об этом люди. Нет, это не коммерческая тайна ни разу. Но мне казалось всегда, меня так воспитывали, что неприлично задавать вопрос, сколько вы получаете, и неприлично отвечать на этот вопрос. Ну вот вы знаете, тогда я, кстати, понимаю, почему вы не выбрали американское гражданство, потому что там скрывают, сколько вы получаете. Нет, я же не скрываю от государства. Я же не от государства скрываю, сколько я получаю. Нет, а там вообще эти данные открыты. Ну, прекрасно, загляните на сайт, вы увидите, сколько я получаю. Нет, ну про сайты мы уже узнали, что там пишут все абсолютно неправильно. Но есть официальные сайты Департамента культуры. Мы знаем, что официальные зарплаты и реальные деньги это не всегда к счастью или к сожалению совпадают. Ну ладно, проехали. Я просто понял, что есть еще одна закрытая запретная тема, связанная с Апексимово, это деньги. Скажите, пожалуйста, вот мы опять же до съемок с вами говорили о том, что вы не любите такой пляжный животный отдых, что вы любите активный отдых. Да. Поскольку сейчас пора отпускная, я предполагаю, что достаточно интересно всем вообще поговорить про это. Последний раз вы сказали, вы отдыхали год назад. Да. Расскажите, как это было. Это было прекрасно, мы поехали с дочерью, мы путешествовали вдвоем, потому что дочь в прошлом году, у нее было очень тяжелое лето, она закончила школу, поступила в школу-студию МХАТ, и в общем-то у меня был этот непростой год. И мы поехали с ней путешествовать, мы проехали на машине по Испании, по Италии. Вы за рулем были поочередной? Нет, нет, я одна за рулем была. Вы ей не доверяете? Она не умеет водить. Не умеет водить? Нет, она не умеет водить машину. Американка, которая не умеет 18 лет водить машину? Ну, она русская американка. Ну, да. Она не умеет водить машину. Поэтому это было просто безумно интересное путешествие, прекрасное, красивое, прекрасное здание, музей, города. Да, был и пляж, заезжали мы периодически искупаться в море, но это так, это не было самоцелью. Ну что ж, единственное, что я могу пожелать, чтобы все у вас в жизни было вкусно, чтобы вы всех победили, если у вас есть враги, чтобы вы не парились по поводу той ерунды, которую пишут, и не раздражались на тупые вопросы журналистов, потому что это наша профессия, у нас тоже есть профессия, так же, как у вас. Спасибо. Огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо.